всех приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня неважных роликов у меня не бывает кто знает я стараюсь не заниматься тавтологии всякой чепухой все ролики стараюсь записывать по высоким глубоким темам которые передают учение бога любви иисуса христа живя по которому человек и достигает совершенству и тем самым попадает в небесное царство любви свободы и вечной жизни сегодняшний ролик называется он на уровне самого пожертвования я уже наметил его записать после последнего своего одного из последних роликов его назвал любовь никого недели тавилонская башня кто помнит что любовь не одна до дела любви к миру меня окружающему она проявляется конечно же по-разному разным у любви есть объект да и как разным объектом любви конечно же дела любви у нас разные добрые дела дела любви это добрые дела есть другое слово да но сама любовь одна и что у любви нет весов именно об этом был той было то видео можете найти у меня на канале и я помню что после него я сразу решил еще вот это записать сделал уже значок для видео но немножко отложил сделал я это до 23 февраля так называемого дня защитника отечества в российской федерации в россии и не успел я его записать на следующий день после этого великого для многих праздника не для меня я вообще не праздную ненавижу все это все 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 эти военные структуры 24 на следующий день 24 февраля 2022 года россия нападает вероломно нападает на украину да и сегодня 2 марта и до сих пор уже получается в феврале 28 дней сегодня шестой по седьмой день идет неравные битвы до россии власти российской армии так называемой да с народом украины я об этом сразу обозначил свою позицию в интернете вот стал всячески вести информационную войну на стороне света со тьмую и сегодня то что все таки этот ролик теперь записываю поводом как раз явилась я не зря все это рассказываю да сегодня я пока записываю это видео вы увидите вообще завтра наверное 3 может даже 4 марта пока обработаю пока загружу пока там все это сделаю ближайшие дни вы увидите но вот сегодня 2 марта у меня уже вышли а записывал еще раньше два видео на своем основном канале христолюб библия основной мой канал я записал вот такое вот видео 40 минутная нет войне то есть ну где-то через на пятый день я его записал пока выгрузил в общем вчера шестой день шел войны и я выложил перед ним я записал это по сути был ролик ну моя позиция конечно же обозначен уже моими устами потому что пять дней которые я ввел информационную войну на стороне света проповедуя любовь пацифизм до прекращения войны я делать чужими словами то есть перри пущего важный ресурс и контент с видео текстовые картиночные варианты до делал это везде где только можно своих ресурсах но я говорю выражал свои мысли за счет других других свидетелей света до миротворцев ну и на пятый день когда пришло мое время я тоже сделал перед этим записав двух с половиной часовой ролик который прям если по списку вот на этом канале на котором вы уже смотрите это видео я записал ролик армия и границы государства пацифизм так он назвал он два с половиной часа там глубокое учение о том почему надо быть пацифистом почему надо отменить все армии границы все это распустить и человечество от этого избавиться конечно это утопия почему потому что мир лежит во зле люди любят грех да и никогда от зла не откажется в своей массе но кто-то откажется и тем самым пойдя этим путем попадет в небесное царство я почему всю цепочку рассказы очень важный причем вы знаете очень часто у меня видео выходит они конечно же все через меня пропущены через мою личную жизнь и связано с обстоятельствами и мировой жизни я не зря стал даты добавлять на экран всегда объявляю какая дата это это очень важно знаете мы сегодня и евангелие коснемся жизни учения иисуса христа обязательно как христианин я всегда его касаюсь да тоже важно знать все эти эпохи когда что происходило это нам тоже кое-что сегодня покажет но толчком еще чтобы уже не тормозить а записать все-таки это видео как раз явился комментарий и еще небольшой я не буду стараться говорить что я вот в этих роликах пацифизме нет войне сказал кому интересно посмотрите я вам картинки показываю специально их легко будет найти на каналах но сегодняшний ролик я записи и и и вот эти пять шесть дней я нет хотя у меня ролики заранее записаны по этим датам всегда можно увидеть не день ее выхода день когда вот я сижу перед камерой прямого конкретно записываю ведь он может позже если я много роликов записываю я делаю отложенную публикацию я даже никакие я даже остановил публикации на проповеди который то скажем хотя уж у меня то нет развлекательного контента нельзя их назвать неуместными они также всегда топлю за любую любовь как ко всем объектам проявляемую животным растениям людям но у меня по плану выходили там по веганство я даже их отменил не хотел не знал даже думал что даже это будет неуместно я заметил многие каналы перестали выпускать контент этой дни и выпустили к и и когда выпустили выпустили свое такое обращение как кстати я сделал да я это кстати заметил потом ну и смотрел участников посмотрел жалко это делали не все конечно но я такие каналы видел то есть нас мысли значит одинаковые сто процентов были это даже причем не религиозных я мед обычный канал а кто там чем занимается техна блогингом еще вот они не в первый день выпускали какие-то видео вот что там нет войне да и ну и свой контент тормозили и не выпускали вот и а первое что вышло там на 3 4 5 это было обращение автора канала или команды этого канала и вот сегодня этот ролик уровне сам пожертвовать очень актуален я не зря рассказывал всех событиях на реальных примерах мы посмотрим как достигнуть совершенства возможно ли это потому что совершенство это в жертвенной любви то есть даже отдание своей жизни ради истины ради любви ради объекта любви да ну а толчком как я сказал кое-что явилось это был комментарий ильи и вчера я все-таки открыл один ролик это не веган ибо иисус и богородицы приносили птиц в жертву рассказывал о том случае где новорожденного иисуса приносили в храм и там по закону моисеев были бедные птицы в жертву принесены и илья записал мне написал мне комментарии под ним когда он это написал буквально через полчаса как раз я покупку даже даже вот этот ролик на моем основном канале о моей жизни уже этот вышел ролик более того за несколько дней он был опубликован по ссылке за день был опубликован по ссылке в телеграме и спонсором всем каналы илья является спонсором моего канала поддерживает меня и буквально когда я увидел эти комментарии от него под роликом причем странно что написал под роликом вот я подумал о веганстве и буквально уже загружался и обрабатывался ролик он очень большой получился объемные не получилось даже почти сжать вот этот ролик о пацифизме и он мне написал под этим видео я хочу прочитать я надеюсь илья будет не против да это все знаете нет ничего лучше на личных свидетельств и реальных случаев из жизни с ильей мы знакомы не так то чтобы близко он везде у меня подписан давно меня смотрит он с украины говорит на языках помог кроме украинского и русского еще на каком-то он у меня в телеграме подписан и мы с ним в личке немножко попереписывались я даже просил может быть попробовать себе в переводах на украинский язык вот кстати опросил у меня тяжело переводить я знаю пока еще ни одного человека не нашлось кто решился бумаги про пути более с моим языком тяжелым вот это все игра громоздки не пока ни у кого не получилось я тут к или и никаких претензий не имею я всем просто предлагаю пока еще никто не смог переводить мои видео я убить хотя я очень этого хотел бы на любые языки не обязательно на международный такой так известный американский да на любые языки для своего народа но пока не нашлось такого человека это тяжело поэтому я не сужу просто предлагаю да мы с ним немножко совсем по переписывались вот так поэтому я не кое-что знаю то есть принципе не случайный человек да он у меня везде на до боих каналах пом даже спонсорскую по списку не оформлена всегда писал комментарии он стал веганом благодаря моим проповедям да вот ну и вот он мне сегодня пишет мы даже не общались по голосом но я-то пишу голосовые обычно немножко отнесем по переписывались следует пишет он не следующий да как видите на экране вас даже видно 14 назад я сейчас пишу у меня пять вечера вот он в обед как раз это я увидел эти комментарии и я пишу хочу написать всем русским которые здесь есть если вы выступаете нейтрально или поддерживаете или молчите о войне россии и украины я бы илью поправил тут россии с украиной даже до россии россия украина как будто они так скажем вместе решили воевать нет россии вероломно просто напала на соседнюю страну да тогда вы несете полную ответственность точно такую же как и ваши солдаты убийцы выходите на улице остановите войну русские самолеты специально бомбят мирные дома гибнут дети мирные взрослые вас уже ненавидят весь мир вы хуже нацистов вы будете просить прощения у всего мира десятилетиями и лично для тебя дмитрий когда уже во первых с тем что мы прочитали я согласен с каждым словом я подписываюсь под каждым словом все что сказал илья каждое слово истина именно этим этими словами такими же фразами оборотами такими же речами я обращался кто видел все эти дни и на своих ресурсах к своей аудитории друзьям социальных сетях сейчас я об этом скажу и лично тебе дмитрий когда навального закрыли в тюрьму ты записывал ролики говорил о любви что это нехорошо что невиновного человека закрывают ходил на митинге записывал стримы и сейчас молчишь уже шестой день русские бомбят мирное население украины почему ты не выступаешь против войны не хорошо с твоей стороны люди уже почти неделю живут в подвалах там уже роженицы рожают детей русские просто так раз расстреляли целую семью в автомобиле убили мирного потому что тот не дал телефон что посеете то и пожнете и это относится ко всем русским сейчас я согласен опять со всеми мыслями что ко всем русским относятся и все такое я не сомневаюсь в том что я пишет правду по крайней мере искренне он тоже может подвергать он тоже может не всю информацию проверить как сейчас говорится на таком языке информационном верифицировать там каждое видео всю информацию но эти люди кто вот не пишет кто-то не в личку от ног что тоже сейчас пишет естественно смотрится у меня по моему по статистике около 15-20 процентов просмотров с украины просмотров не вообще немного но это процентная статистика это достаточно все таки большой я считаю даже процент несмотря на то что как бы есть ну да говорю на русскоязычном понятно да вот и я тут илья все согласен по поводу себя и я специально я надеюсь илья не попросит меня иногда такой бывает просим удалить ролики за то что там кого-то зачитал или что там еще я надеюсь илья меня правильно поймет и я как раз с радостью хочу разобрать эти моменты и сегодняшнюю проповедь опять о ступенях высотах пути жертвенной любой любви до самопожертвования как раз на личном примере и в личной ситуации в печальной ситуации современной жизни о которой я говорил много раз да сегодня об этом буду много говорить на личном примере вот сейчас я илья не раз извинялся всегда в комментариях что он не очень хорошо орфографию там или по-русски говорит он по-моему отлично говорит по-русски у нас по-русски русские так не говорят вот но сегодня не до орфографии но я всегда говорил что все это ерунда было бы правильно любвеобильное доброе слово илья добавляет да и я против войны в любом виде защищать или наступать это тоже важно да илья пацифист я так понимаю хоть этого слова не употребил я говорю все как есть мы с ним на тем еще не общались я вот решил видео нет даже дело не в нем ответить ему я ответил ну и этот ролик еще раз отвечу и на этом примере все остальные все увидят я веган я люблю как и врагов которые пришли меня убивать и тех которые делают мне добро ну все поистине да я илья написал все равно текстом еще до того прежде чем вот решил записать этот ролик хотя время он его давно наметил я пишу илья дорогой с утра первого дня войны сам в утра я в том ролике все рассказал как я проснулся как я сам это всего этого обалдел как я не верил в последней неделе когда все это нагнеталось я не верил что путин псих но не псих человек поехавший крыш который живет в своем коконе и вся его это окружение этих людей просто сгубила власть славой богатство все то что отверг иисус в пустыне к они конечно же это не не говорит об их не отговорки невиновность нет они абсолютно виновны эти люди должны быть судимы да они должны быть изолированы от общества на какое-то время они должны быть осуждены человечеством чтобы они сели там и подумали никаких конечно же смертельных казней несмотря на тысячи до загубленных душ десятки тысяч искалеченных телесно финансовые люди пострадали как угодно люди дома теряют квартиры деньги капиталы нас в россии сейчас полная попа с экономикой люди потеряли свои вклады инвестиции вот все это с него не сдерешь он человек обычный но общество должно им сказать что они сотворили зло и их надо посадить туда где они как ребенка в угол ставят они там должны посидеть подумать одеть их в такую же одежду как все нормальные люди там все нормальные кто сидит люди до чтобы они своей жизнью годик другой три годика как минимум на и как максимум на тем более они уже старенькие вот чтобы они своей жизни подумали это и будет проявлением христианской любви я пишу так я с первого дня веду информационную с утра первого дня в 4 утра было нападение я проснулся может там 7 8 я точно не помню я когда увидел первое видео начал не поверил ну значкам тяжело верить они многие хайповые бывают название но я в тех роликах рассказал что я сразу посмотрев 10 минут такие ролики из достоверных источников как телеканал дождь там новая газета я сразу все понял что все таки это безумие не все таки никто я из я сам не я сам не верил я не знал когда человек может такого маразма дайте и что вот он дошел до до этого вот и я сразу же на всех своих ресурсах я вот как бы илья ну и вам еще раз повторяю в принципе конечно что в тех роликах говорил я в соцсетях в телеграм-канале на которые я тоже подписан до в ю тубе в ю тубе я на моем канале основном или даже на этом проб виде я переключился кто знает последнее время на канал христа люби были иные писания только потому что там благодаря шорт сам выросла аудитория божьей милостью как ты чудом до 10 тысяч человек и вот именно я несмотря на то что вот именно там любит писать вне политики я именно тот канал использую вкладку сообщества для вот этих вот постов текстовых картинок видео перепущиваю причем все подряд не только свои не только что там бедные христиане узнать что надо быть еще веганом и отвернуться там кто знает я этот канал теперь так как он немножко развивается как-то пошел до 10000 подписчиков там с 1000 дошло у меня на всех каналов среднем по 1000 подписчиков было буквально вот до лета прошлого года еще там ну полгода назад грубо говоря и когда я стал эти шорсы бог мне на сердце положила по библии записывать по новому завету в частности по евангелию они стали как-то показываться youtube и мы стали подписываться люди понятно не особо может интересующиеся и все вода лампочки все что я могу эту аудиторию как-то как-то и что-то доносить это через вкладку сообщества и это тоже стал делать на канале христолюб веган чтение библии на их писание именно поэтому это не делал на самом основном канале потому что тут меня смотрят и даже на проповеди до тысячи подписчиков 100 просмотров все это предел там хотя бы есть какие-то зрители им это как-то в ленте наверняка выходит там где это стал делать в личном плане что в личных сообщениях виртуале что в реальной жизни я стал совсем об этом естественно тоже говорить но почти все тщетно я пишу ли к сожалению со времен христа ничего не изменилось народ в массе слеп и полон бесов люди либо боятся либо равнодушные либо вообще это одобряет тех кто против этого вторжения россии на территорию украинского народа их убийство это один на тысячу один на тысячу это безумие пишу со времен навального я дальше пишу за год еще больше все изменилось принципе со времен навального год прошел до в худшую сторону у нас тут полная попа я пишу со свободой слова и дел кто-то словом пропадет кто-то делом высказывает свое там митинге и вы помните ей так и так и делал у нас за год вообще удавку затянули полностью и и и с каждым днем в связи с этим конфликтом не конфликтом агрессии россии на украину нападение у нас с каждым днем просто вот нас вот так вот катится не просто мы даже не с горы катимся мы просто летим мы уже свалились назад пути нету мы действительно просто вот с края стоял путин со своей опг организованы преступной группировкой во главе которой мафиози стоит и мы просто свалились оттуда всеми они шагнули и все и мы просто летим сейчас в пропасть мы не катимся остановить нас бесполезно мы просто летим туда это важно тоже понимать да в реале сегодняшних событий я пишу что со времен этих много чего изменился и сейчас у нас каждый день это просто чудеса на виражах мы становимся северной кореи скоро северная корея иран будут просто отдыхать у них будет демократия по сравнению с нами у нас начинается полная задница что будет с путин я не знаю да он к отцу своему дьяволу отправиться скоро или его свергнут или ему действительно дадут какой-то коридор где-то там на богаму уехать лишь бы оставить народ чтобы он вообще не не вымер окончательно я не знаю какая будет судьба насколько это растянется на неделю две-три или год вот но мы просто летим в пропасть и естественно тот кто летит он готов всех за собой забрать у нас у нас удавку все если я еще говорю смотрите дождь все у нас вчера сегодня утром дождь заблокировали уже сайты эхо москвы которые вроде как правило спонсируется через газпром по сути государства его заблокируем отключили вещание за 30 лет первый раз полностью у нас у нас полная задница и на митинге на которые выходили навальному показали я в том ролике пом сказал не помню я когда приехал после третьего митинга и когда все это бы стало понятно и даже команда навального объявила что все больше выходить не будем потому что все это просто беда вот я я сел здесь я очень часто плачу я от об этом не скрываю я когда фильмы могу смотреть где любовь проявляется ли вот именно жертвенную особенно любовь да у меня всегда вызывают слезы вот я здесь сел я рыдал я понял какая задница сколько я тоже сил приложил к этому ко всему сколько пытался людей поднять до ничего ничего это не дает я я тогда понял что мы куда-то мы пересекли какой-то рубеж какой-то жесткий рубеж понимал что мы просто сейчас такую я конечно не не пророк и я не предсказывал тут не могу похвастаться до войной но я понимал что мы просто в такую клоаку летим уже тогда я понял потому что это был показатель просто у нас большего прецедентная понимал куда еще и все также отмолчались и куча нашли претензий кому-то нет дела кто-то там навальный плохой так далее все было то же самое поэтому в этот раз и тогда я стерзался играл тогда у меня еще группа маленькая было вот я там пытался всем все показать и поэтому в этот раз вы знаете мне уже где-то до сказал этих роликах у меня не с кем был уже терзаться мне некому было в первые дни кричать меня столько лет смотрит я обо всем об этом вот именно говорил я уже сейчас могу сказать еще не дочитав свой ответ да вы все знаете я патриотизме игру в плейлисте любовь к врагам отечества народа и церкви там найдете беседы шестнадцатого года где я топлю что этот адский патриотизм национализм это от который приведет людей к безумию я топил за это шесть лет что я сегодня уже сделаю когда мы летим просто летим естественно я начал топить даже с утра пока и мне плохо было вот илья не знаю 23 мне свои проблемы болячки неплохо был я и так в куматозе я просто смотрел следил я когда стала как всегда за это топить я увидел столько опять говнище вот эти которых я перезвон перри три группы обозначил это же какие группы это из ста процентов один процент это я так написал 1000 на тут неизвестно то ли один на тысячу на 100 то что 50 процентов поддержки до у режима это однозначно это однозначно это люди без и и таких 50 процентов населения россии это люди которые топят за эту войну это 50 процентов это адская цифра это значит сломить этот режим даже при всем что мы видим непонятно кто его сломать будет все кто топит за это они сожрут за свою за свой режим это 50 процентов еще 30 этот это людям которым нифига не надо вообще в жизни это тем кому я бьюсь и за веганство и за любовь к ближним и к многодетным и к растению к цветочке и на словах любви к врагам когда топил когда не было повода этих врагов любить до это людям в жизни ничего не надо это таких 30 процентов ничего это мои друзья мое окружение детства мои родители да это мои зрители такие же да даже мои казалось бы я топлю за это нет это людям ничего не надо еще это 80 и вот еще 15 это те люди которые ну как бы против но они ничего не сделают никогда хотите просто трусы там разные есть у кого-то правда тяжелые обстоятельства да это все страх одним названной эти 15 процентов это страх чем он вызван много детей потери кормильца здоровье там да он ничего делать не будет неважно чего они боятся они не с ней они не готовы к жертвенной любви да они сами как бы не участвует как бы не поддерживает внутри себя все это 90 это вернее как я сказал 50 30 и 14 вот они 99 процентов один процент всего этого это 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 прям знаете это сильно сказано один процент то что если ты еще как и написал один на тысячу это ноля это ноль один процент но я ведь и даже решил планку поднять один настолько кто готов готов именно что-то делать светить во тьме чтобы тьма распуталась это один на 100 это максимум вообще это максимум это показатель даже мое окружение там мой канал и статистика я же посмотрел все это в тех роликах все рассказал сегодня повторяюсь вот поэтому просто все у нас все меняется да и у нас просто зажимают полностью все у нас буквально на глазах все закрывает нас душит сегодня следственный комитет вы издал указ а в неведомстве нам организм дело не групп таких как тройки были фаши это сталинские тройки ходили по домам и людей вытаскивали без суда и следствий кто-то сказал да он там что-то говорил против власти все их расстреливали 1 2 3 все семью сегодня вышел указ так называемый бастрыки следскомитет такие такие же тройки да то есть в неведомственные причем межведомственные то есть они друг друга будут группироваться там полиция с милицией там со всеми фсб то есть не прям будет такая один стуканул другой побежал и все будут сейчас всех закрывать абсолютно кто на словах или на деле против политики партии сегодня об этом вышел указ и полностью закрывает последние там крупицы в неведом смех у нас уже заблокировали твиттер телеграм полностью вообще кто-то так частично он у меня не работает седьмой день вот ровно или шестой но вот когда его там как бы начали тормозить но не тормозит они просто у меня лично просто не загружается да все это можно в пен я говорю об общей доступности сегодня закрыли дождь эхо это еще не на ютубе держится но это день-два все с телегой пока не понятно насколько она способна как тогда когда пытались блокировать будет ли она этим заниматься или будет исполнять требования закрывать канала непонятно но и качество этого контента когда они работали публично когда мы все уйдем в подполье и как-то тогда людям будешь это доносить вот и плюс поймите когда ты хотя бы просто бегаешь это одно когда ты станешь вне закона тебя просто берут физически устраняет вот и все поэтому можем уйти в подполье но в подполье всегда подсылается разведчик дополнительно любой канал добавляется все делает скрины вот ты все тебя закрывать я уничтожать физически поэтому тут дело даже не в том где мы бегать будем делать не в пенах как многие говорят о мой домах дело в том что это просто становится вне закона говорить против политики партии путин мечтал о сталинизме он и стал этим сталина тот кто к чему стремится им остановится вот у нас самый настоящий сталинизм самым настоящими репрессиями в россии я вот и илья как бы делал сейчас не в управданиях мы сейчас до этого дойдем это я хочу просто фактор сказать тоже на самый настоящий сталинизм буквально прям на наших глазах в самых жестких вариациях и у браку мы прям летим мир мы не катимся по наклонной мы летим с бугра прям летием стремительно ну вот я написал этих сталинских тройка чтобы выдавать выявлять в интернете и в реале всех сажать несогласных вот но мы не я пишу мы не отступимся мы ну я не знаю как мы я так и хоть и пишу грия я ничего не боюсь просто у нас короткие руки и мало возможности даже про меня я сейчас о себе еще буду говорить конечно же но вот илья мне к я только ролик собрал записывал как раз он ответил он мне написал прости что обвинил в молчании не следил за твоим контентом все эти шесть дней я знаю что у вас закручивают гайки и свободы слова нет мне вас очень жаль посмотрел уже следующее видео по цифизме который вот как раз слышал спасибо за поддержку береги себя ну вот я рад что если я по ним понимает я сейчас еще много буду об этом говорить это я уже закрою сейчас к сегодняшней теме сейчас я вернее еще кое-что скажу просто по поводу ведь с илью я тоже удивился он всегда вроде смотрит ведь он просто не смотрел кто откроет мою ленту тот замучается скроллом крутить даже эти шесть дней сколько я всего это словами даже я не знаю сколько я сделал репостов не знаю тысячу я репощу в день не знаю по 100 постов я делаю вот за семь дней умножить и ну может 100 громко не знаю 20-30 день все что касается какую только можно было свои личные я сделал от себя я там писал и я всегда подписываюсь веган христолюб кто обращал внимание когда я что-то от себя да многие меня вечно в гордыне обвиняли ну как видите это не только гордыни это как раз печать того что это я и я не боюсь что мне припишет сказал я да я не боюсь это словах говорит что путин псих и так и есть этот человек должен быть огражден от общества он сумасшедший ну такие слова понятно да хотя не это кто там граните будет он по сути не не сумасшедший вроде умный да вроде понимает что делает если ему какую-нибудь психиатрическую назначить экспертизу но как мы любим эти выражения мы косвенно смыслово употребляем что это делает как бы может только безумец я не боюсь не сидеть ничего тем более за истину это я к тем более груша до покаяния там ничего не боялся да и я по поводу и вещи спрос хочу сказать что и сейчас вот буду эту тему развивать по поводу вообще то есть речь идет о жертвенной любви конечно вот это сейчас как раз вот и я вам сказал об этих трех группах до первое ощущение берем это люди конченые на сегодня они могут запакаяться на сегодня как и на пути не на них можно поставить крест все это зомби мы пытаемся их конечно обратить на сторону света но это зомби это дети дьявола они готовы за своего отца сожрать это вот эти 50 процентов они жаждут этой крови они жаждут насилия смерть убийства слез и страданий как бы они это не называли чем чем бы не прикрывали борьбой там с невидимым фашизмом или еще чем-то местью за детей донбасса тоже невидимых правда вот и так далее вот за распятых мальчиков фейковых все это помнят как потом все было с признаниями да и так далее вот там конечно много тоже зла было и кто знает в тех роликах я все рассказал сегодня постараюсь буду стараться конечно не пересекаться как можно этим и мысли свои вот и я илья вот я писать это не стал или я посмотри на мои глаза и кто я точно так же все эти дни меня и распирал и гневный ролик во мне гнев всегда бушует вы думаете я никогда вот это веганы посмотрите на мои всегда какие-то беседы посты комментарии вы думаете во мне гнев не почему я веганов пытаюсь научить игру любите людей любите врагов да но вы видели чтобы я их унижал оскорблял срывался во внутри меня разрывает ях я бы сам бы всем взял глотки перерезал за то что они делают животными в уме мои мысли такие приходят да я грешен нет я свет почему потому что я этого из себя не выпускаю я добр иисус сказал человек судить не помог не по мыслям которые никто не знает в голове у него роящиеся а по делам на словах то путину конечно да все попадут вата они а он как мученик попадет в рай но он то будет как раз сидеть у дьявола на коленочках до следующего своего перевоплощения от любому человеку понятно за это узло которое он причинил миру да и посмотрите на меня который всячески старается даже эти мысли я понимаю откуда они и корень них понятен даже так скажем справедливая справедливость да но я и познавший раскрышу в себе любовь я понимаю что каждый человек когда-нибудь познает истину я сейчас я кстати илью и и некоторых людей в его лице укорю все-таки несмотря на то что у них тяжелой ситуации сейчас расскажу почему и объясню а может быть я сразу скажу по поводу вообще страданий самой жертвы да вы знаете вот илья я говорю хоть как-то знакомы ответьте не посторонний прям человек я бы не знал о нем ничего особенно как там с какой-то скрытой аватарка непонятным именем да хорошо что я знаю от кого это вот илья судя по нашему такому небольшому общению я вижу что это душу этого человека человека этого светлым и добрым и наверняка вместе в небесном царстве обнимемся на просто понять что все эти страдания в этой жизни ничто и надо не забывать что особенно христиане ну и дети познавший свет понимать что они вечны и что там и ждет вечное благо и поэтому знаете даже переживать это ладно грешники там за свою жизнь трясутся порой даже арабскую несчастную но мне хоть сказать к тем кто познал истину особенно который якобы на словах вот точно так же никогда не живите так что ваши слова расходят своими делами если вы исповедуете любовь свободу и бессмертие да это печально особенно когда вы за других я понимаю илья переживает как раз как бы не за себя за тех самых и грешников и праведников это есть любовь вот но вы поймите надо это очень часто даже в моем тоже ухе слышится что вот да как будто их за себя трясется да и за других надо быть поспокойнее все там будем раньше или позже не имеет никакого значения вот то что выглядит как вы знаете вот для меня лично я мечтаю о какой-нибудь возможности где можно было бы свою как жизнь положить за друге своя по мне я бы сейчас уехал в окрае в украину стал бы вот так скалму стрелять я мечтаю отсюда свалить с тех времен как я осознал себя личностью там лет с 12 с 13 я стал найти вопрос к говорил размышлять а уж когда истину познал я вообще не просто мечта жажду разрешиваться и со христом бы это вот и люди познавшись должны именно так жить это я говорю я конечно уверен что илья не за себя больше не больше вообще даже может быть не переживает но вот как бы да мы когда видим чужие страдания я такой же я именно поэтому опять и проявляют так любовь и кричу прекратить и все это не варда ладно все бессмертные все там будем потому что мы себя действительно готовы принести в жертву но других в этом то есть любовь мы желаем им благо вот я нет что надо не попутать и действительно не погорячиться и действительно с кем не с тем не поругаться вот и я вот я ведь и казалось бы я я думал что он смотрел я еще не мог состыковать он не пишет на ю тубе к этому ролику а я еще вчера выложил посылки сначала в телеграме это его не сразу открыл еще день практически прошел 40-минутного ролика на основном канале где как бы за свидетельство свою позицию то потому что там ссылка идет на этот ролик о пацифизме а он получился здоровый я его на ночь оставлял сжать потом полдня он тут загружался вот до обеда и только загрузился и чтобы люди по ссылке кликали не в никуда не попадали я ждал пока он загрузится тут же открыл этот уже без всяких ссылок и тут же этот открыл без всяких там для спонсоров без ничего потому сейчас это важные темы да вот так я просто ильей всем хочу сказать сейчас мы будем об этом говорить об уровне жертвенности любви не то что я прям все сделал да я делал и буду дальше делать да вот но я стараюсь делать много даже не то что можно все что от меня зависит что все планку сразу сказать все я не то смеет я стараюсь делать много вот это тоже очень важно я вот сейчас еще немножко давайте все-таки а нынешней ситуации потом я хочу на евангелие тоже переключиться чтобы особенно кто христиане все-таки поразмышляя об этом мы с вами пришли к тому как мы должны поступать да вот и поэтому я вот тоже объяснил то есть я как считал правильным я так поступал потому что я говорю я в первый день не неплохо было самому кто знает какие я там боли переживаю вот второй день я не только гнев был я я на второй день сдержался не записал ролик мне такое в голове роилась до я хотел всех разнести путиных там да не хотелось орать конечно весь мир остановитесь и не просто как там мир за мир нет я прекрасно понимаю кто виновен что происходит на третий день я хотел какой-то ролик такой записать рассказать все от майдана пошли конечно все горит не знают там чего-то не смотрели дождь как они мне говорят мы там не не интересовались политикой не хотелось вот все по полочкам разъяснение ты вот где тут это где то где вас тут зомбировали сколько там брехни показывали да тоже я оставила затею потому что я делился всеми роликами где я совсем согласен где я в принципе тоже свое время черпала формат сейчас ребята все это повторяет кац хордо ходорковский да то есть всех кто топит за свет в данной ситуации пусть они далеко не святые мне к ним к личной святости куча претензий к мировоззрению жизни но сейчас они топят за добро в этом конкретном случае и отлично разбираются вопросе я они выражали мои мысли ну что еще мне добавить и лучше меня даже не в этих вопросах занимается что это их не жизнь они за этим себя следили вот тут единственно личностный аспект что там кто-то не доверяет или может не понимает а сколько оттуда взять правда чему ты там доверяешь вот но я бы я же я пущу стараюсь или с каким-то комментариями со своими да чтобы было что-то понятно и поэтому я просто делал то что дел более того я хочу кстати илье сказать и тем и русским и украинцам вы знаете я сегодня кое-что под тоже поштудировал я вот и легче сказать что немногие то украинцы блогеры кому-то может известны нет я тех номер знаю это вот он меня муж поправит я их некоторых не могу андро news он на украине да я давно их не смотрю но я их так запомнил тогда кредо или кредо вы ребята вот эти как-то известным их миллионы подписчиков они многие выложили не на следующий день не на 2 не на 3 не на 4 а вот буквально у кого на пятый день точно так же вышел это те на кого напали и они дали им терять казалось бы ничего хотя у ними есть что терять в личном плане там аудиторию да вот это все они кто-то может тоже думали кто-то начал не верил я понимаю у первых это река шок у всех шок не даже не столько физически а умственный вот этот шок ступор вот я вот просто к чему и в россии то же самое происходит вот но кто там ближе к этому все политику там все это и так каждый день говорил для них это как бы было нормы что они все это изо дня в день для них это обычно новостной повод они и так каждый видео над тем выпускают посты кто там в оппозиции они так просто это делают почему я говорю и у них это шло накатом а вот все кто не делает такой контент я в частности да хоть евро он связан с моей жизнью всегда делюсь как и сейчас видите ролика об уровне сам пожертвования не делаю числе теоретическим смотря на христа и как бы я поступил нет мы с вами реально уже 40 минут я говорю и мы рассматриваем реальную ситуацию жизни 2 марта 2022 года и этот ролик я знаю он не временный а вечный это лишь пример реальной жизни именно поэтому я не записываю много контентов я и дальше не знаю сколько я буду я не буду каждый день и вот и легче сказать вести сам какие-то новостные сводки за у каждого в этой жизни своя все-таки миссия мы немножко везде мы служим каждый на своем месте да я пять дней ничего не за не выпускал и ничего не записывал меня ком в горле стоя как я буду про а у меня там ролики все подошли опять про веганство доделать то что я хочу я не мог писать то считаешь как я у наруж тем более возьми там блогеров тех на блогеров они как мы не пишем у нас там вилсаком я не ожидал от вилсаком я вообще не смотрю для меня он тоже заказал кем-то продажным все он прямо высказался премии него я пока даже не встречал у него миллионы ну конечно может уже все заработал нашел куда но он выступил и выступил прямо и сказал все что опять он выразил мое мнение у него у людей миллионной аудитории миллионные подписчики до ресурсы там какие он прямо сказал что путин псих тоталитарный властитель мы против всей команды этой войны мы ничего не пишем пятый день не можем выкладывать считаем это аморально даже ролики о тех надо и даже в серьезном формате хотя можно и посмеяться я увидел я обалдел тоже только вот на пятый на четвертый день или на шестой даже не был горит недавно я сегодня вот прям эту тему как-то больше коснулся эти дни вот мне было то же самое все все один и вот все кто в этом плане он светлый и все увидите одну эту прошли вот так что конечно же я и дальше не с ним не смогу вести это все может завтра от начнется какие-то крупные вещи опять это мне уже сказать будет нечего только только вот головой ких выкивать завтра может ядерная у путин уже сидит как брелком от машины кнопкой от ядерное оружие вертит что еще сказать то я говорю я полностью согласен там я я дал рекомендации кого смотреть в нынешней ситуации я с ними там вообще слово слово согласен мне даже там нечего вставить до кац ходорковский дождь новая газета вот на их а москве почти не смотрю но они сейчас топят там тоже хорошо вот навального каналы какие там остались до пипи перетро фарфа перед трансформировались вот и все я ты я сам не самого распирал я не знаю что сделать я не знаю у меня руки опускаются я за личную я засвидетельствовал я с отцом полностью порвал отношения из-за веганство уже давно я его у нас все это зрел кто знает как я общаюсь с родственниками с друзьями со всеми за это я его все время долблю за это то что он военный у меня да я ненавиделся ушла армия твоя дьявола и ты служитель дьявол и всю жизнь твоя была пустая и когда это началось по он на первый или во второй день ему написал да как тебе вот это все я даже не буду вам говорить что он не ответил я вам скажу что я ему ответил я для тебя умер вот если илье будет этого недостаточно чтобы за свидетельственную позицию ну вот оказывается илья просто не смотрел все эти дни то чем я делал да это кстати тоже нас часто бывает такая ошибка да хоть пост не досмотрим какое-то видео бывает название немножко перевернутые специально для хайпа да еще что-то я за свидетельство как мог я в том ролике рассказал я по удалялся из друзей всех кто вообще никак себя не определилась моих друзей детстве я прошелся по соцсетям со всеми веганами то же самое произошло да везде со всеми стал там естественно свидетельствовать да кто никак не реагировал я грым то есть я свою позицию высказал да я все что в этом плане могу делаю митинги в этом году митинги в этом вот в этот раз уже все люди молодцы я перед 7 преклоняюсь кто это делает но илья я думаю все знают где я живу я живу за 100 километров даже от миллионника у меня денег сейчас нет даже кто знает мою ситуацию последним не нет денег теперь тогда я мог себе позволить да за свой счет я все это делал я ездил даже в город даже ради акции ездил сейчас я не могу мне нету тысячи рублей на бензин съездить встать с табличкой одному никаких акций в воронеже так и не анонсировал никто люди стихийно выходили вот все эти дни до сих пор выходит вяжут уже все всех без разбора ребята поднимать пустой ватман все ничего не поднимают мимо все также хватает лишь бы для галочек набрать народу всех подряд все поэтому я не еду я не поехал мне нет денег можно найти где-то эту тысячу я поднимать табличку меня закроют на две недели да тут дом газ работает что это даст ничего акция даже не анонсирована то есть мы конечно вешаем приближаемся к этим вопросам о делах любви да сейчас я буду конечно христа смотреть вам по памяти разные моменты из евангелия вспоминать уж я естественно учился из этого конечно мы живем по какому-то внешнему примеру и обязательно по откровению по внутренним откровению сердца вот конечно меняю я все равно терзаюсь и вы там может страдаете по плоти это понятно а мы страдаем дети божьи страдают по душе ты хочешь все сделать всех хочешь объять спрятать защитить и как-то все это безумие прекратить ну что мы можем можем что-то и конечно делаем кто хочет делать да вот вот по поводу жертвенной любви да теперь поговорим я говорю я специально вот ролик тоже люблю вот эту картинку где иудей законник после всех событий со христом как бы сидит раздумывает над всеми событиями да вот казалось бы иисус принес себя жертву до для христианина всегда это символ вот этой полноты любви при том и особенного словеса он исповедует христа богом любовью пришедшим во плоти то для него его жертва автоматически чем он в нем больше бога признает абсолютно властью обладающего над всем своим творением и он этому творению не сделал зла более того невидимыми нитями жизни давая им дыхание и блага бытие да это негодное творение по своему собственному желанию негодное распинает бога любовь пришедшего плоти который никакого зла не сделать дело только добра да только добро но я хочу напомнить вот я хочу илье сказать и всем и кто такими вопросами как илья задается и ко мне ну то есть с другой стороны так скажем сейчас данный момент будем прямыми словами говорит с украинской стороны те кто русский наоборот и мы в роли агрессор или те кто в роли агрессор может меня даже такие слушают идиоты вот я бы прямо говорить это не обидное слово вас просто нету мозгов и окаменелое сердце но и тем кто терзается как и я что сделать как делать как перебороть свои страхи насколько принести себя в жертву окончательно или частично на какую-то частично вот я хочу вам пробежаться просто евангелию я всегда напоминаю этот случай с чего начинается пробовать иисус христа я больше слайдов вам не буду ставить трудоемко я вам буду на словах просто рассказывать этого будет достаточно вы как раз как этот иудей будете размышлять вместе со мной над тем что я буду говорить начинается жизнь благовестническая иисуса христа мессианская с того что он по луке мы так и видим по евангелие от луки что он приходит в свой родной город где сидят его родственники друзья знакомы ему подают книгу сай он читает там некое пророчество о нем забываешь что он пришел всем дать любовь радость и свободу после этих слов его все когда он сказал что это сбылось до его всем города включая родственников потащили поволокли на край города город в древности основном на горах располагались для обороны чтобы было легче обороняться принять преступность его хотели с этого как мы читаем с край горы с города сбросить он как-то там увернулся да и убежал от них иисус предал себя в жертву его служение его миссия могла бы мы бы даже не узнали что он есть бог любовь если бы он не стал им сопротивляться да и в тот день принес себя в жертву вот этим вот бессердечным идиотом живущих по законам моисеева каждую субботу ходящим в синагогу до будучи его единоплеменниками до родственниками входящие в синагогу молящиеся богу и спокойненько своего до 30-летнего парнишку чуть не сбрасывают с горы это очень важно понимать дальше иисуса не раз как когда его начали полагать убить мы помним что прямо несколько случаев описано что вообще хотели схватить и побить камнями он тоже там где-то спрятался как-то да и не смогли это сделать он после этого даже не ходил туда вот заметьте иисус потом написано что он больше после первого случая он перестал ходить как написано в юрсалим он ходил городами самарянскими опять туда в галилея возвращался за орданскую там стороной то есть по другую сторону реки ордан ходил так называемой десятиграде кто знает вот побег побег побережью там ходил да вот но туда не ходил не зря уже перед своим арестом то есть он практически все свое служение провел не в иерусалиме не в иудеи так называемый да со столицей иерусалимом он его провел на землях галилеи самаре и ордане и да потому что мы искали там положили его убить схватить и убить уже не собственные в галилеи до галилеон тоже больше же именно в свой город он уже не ходил потому что он сказал там нет пророка без чести разве только в отечестве своем и среди своих родственников и друзей и знакомых вот и стольку лет он еще потом проповедовал проповедовал только потому что он избегал собственно смерти хотя его не располагали убить и петр-то возмущался перед арестом да что куда там все иди и они шли помните опять на праздником грудь давно ли иудеи до бросили или завязали с тем чтобы поймать с этой мыслью с этим желанием чтобы убить тебя мы помним он идет туда ему помню как они идут и трясутся за ним а он идет первый они идут и страшаться написано я вот эти все моменты напоминаю очень важные моменты да вот поэтому вы знаете по поводу вот уровней этих жертвенных любви ведь все и на реальных примерах к сожалению жизни приходится рассуждать к сожалению потому что действительно когда война это вообще крайняя степень греха и злобы человеческой проявляем уже не ладно там на природе на растительном мире все забили ладно животное уже давно душу вырвали которые богом дана да это уже давно ресурсы и да там не важно что одежда вот человек ничего не стоит и во время войны проявляется крайней степени конкретных дел зла к человеку вплоть там до насилия пыток извращений всяких жестоких мучений не просто тоже там взял просто там быстро в голову выстрела нет все доходит до ужасов до издевательств до избиений до мир пыток до заключений тюремных до голода психологических издевательств физических так далее это это ужас и вот то есть сегодня себя в жертву можно принести вплоть до кто будет самопожертвованной любовью заниматься миротворчеством до примера творчестве может расстаться просто жизнью из не жизнью то со здоровьем если со здоровьем то со свободой может все вместе там и здоровье потерять в тюрьму кинут вот то есть конечно ставки в такое время очень высоки поэтому сегодня ролик не праздная очень реальные каждый сам конечно выбирает вот как и что я сказал что я бы в принципе сегодня под по внутреннему состоянию мне ничего не стоит сейчас встать и поехать на украину и быть мира я не пушку брать не буду я за украинцев русских убивать тоже не будет потому что эти враги такие же полоумные окаменелыми сердцами полоумные с каменелыми сердцами люди вот но я бы пошел бы вот так вот руки раздвигать и прямо на этот танк да мне не жалко убьют меня раздавит я этого сегодня не делаю только потому что вижу свою миссию слова и вот как иисус еще не закончены кто слышит от меня я последнее время очень часто и постоянно говорю о том что этот год скорее всего последнее моего служения да я уже все вот эти вещи заканчиваю обо всем уже сказано я у меня и о патриотизме казалось бы много уже сказано тогда сказал к он прервался да ну тут хочу сказать в этом ролике мало ли кто-то отдельно на него попадет с кем-то поделиться плейлисты у меня есть любовь к врагам 2 даже разделил на любовь как бы личный врагам личным и врагам там отечества народа церкви так далее да вот я все это топил 6 лет я почему еще илья и другим хочу сказать почему я так уже рьяно не пытался что-то донести вы знаете мой контент это не просто как там от звезд ждут какой фразы там ну лишь бы не было войны или еще что-то у меня контент всегда я даже попытался на основном вот этом канале этот ролик записать на я уже закрыл их до попытался записать на 5-10 минут чтобы дать просто отсылку к этому ролику о пацифизме который на два с половиной часа но так я эти года то уже писал этот ролик на 40 минут получился я все это делал моя аудитория и конечно же меня всегда останавливает я илье другим говорю все время говорю меня смотрят за через шесть лет ну сто человек даже сказать это громко на 100 просмотров там с трудом ролики набирают все не ставят не лайков не делятся роликами не пишут комментарии вот мало то что я сам выложился за все это время я почти все темы какие хотел я закрыл я все сейчас подшлифовываю сайт там каналы делю все на плейлисты все до оформляют записывал до последние ролики по веганству еще не все закрыт закрыта по веганству это по веганству просто в слове уже все там это что-то записываю там по библии вот именно чтобы обелить оправдать христа бога все пытаюсь до все эти места разобрать то есть конечно мне еще есть я хотел несколько видео записать по теме семьи мужчин и женщин отношения к детям к родителям там поделилась у меня на любовь то есть еще я максимум до следующего года но я все это сделаю и мне нечего будет я готов отсюда идти туда где меня ждет господь и возможно в будущем я говорил меня ждет либо тюрьма знаю мою жизнь либо смерть как ее называют но для меня это приобретение это переход в светлый мир любви и свободы и бессмертия именно только поэтому я сейчас ничего не бросаю и не еду на украину вот опять я внутренним ничего я ничего не боюсь для меня смерть приобретения еще так красиво умереть на все все потом тебя прославят как это любит хотя ведь именно я вам много раз говорил что даже для каких-нибудь атеистов это был бы великий подвиг я то знаю для меня это даже я бы его еще этого кто мне в лоб бы стрелял словал бы что он мне одолжение сделал я не я устал здесь здесь нечего делать здесь от для светлой души и он никакого ада не боится здесь светлая душа она живет в этом аду она мечтает отсюда свалить каждый день как павел писал я мечтаю разрешиться мечтаю он писал вдумайтесь его слова я мечтаю разрешиться и быть со христом это очень важно понимать по поводу это вот я сейчас я у меня будет немножко перескакивать видите я буду что-то вспоминать меня нет никакой программы даже списочкой немножко я буду перри перескакивать так по поводу христа вообще конечно же конечно же царство небесное хоть я и говорю все время это действительно так что в царство небесное вот у нас нулевая планка вся города попадают люди которые не творят хотя бы зла это райское состояние хотя бы вот эти вот которых я сегодня говорил там 14 процентов которые хотя бы сами не одобряют презирают это хотели бы чтобы этого не было если не хватало силы не было бы этих страхов они бы выступили за добро да они внутри то такие они попадая в царство небесное не разрушить его они не делают зла растениям животным людям недостойный граждан небесного царства но и слава будет маленько вы помните попал на третье небо да это что у них будет первое жить они будут с такими же как они это очень важно понимать конечно же иисус говорил что царствие небесное силу и берется что понуждающий себя его восхищать что кто идет за мною и не несет креста своего не достоин меня конечно обо всем этом иисус говорил что любит любящих и грешники и что любовь к ближнему это уровень только нормального человека а что а я говорю вам и пришел для того чтобы проповедовать любовь совершенную любите врагов ваши благословляют благословляйте благотворите молитесь конечно же все это мы видим в речах иисуса в его учении будьте совершенны как совершен отец ваш небесный будьте святы и милосердны всем это помню как святы милосерд абсолютными россии милосерд отец небесный ибо подает дождь и праведными и неправедными и добрым и злым все в это помните и жалко что псевдо христианский сект целиком отвергли это учение о совершенстве о любви к врагам в чем и суть все христианство и в чем суть явления бога любви во плоти иисуса христа все мы это с вами кто знает видит да но как я вам сказал посмотрите на жизни иисуса христа вот даже в тех евангелиях которые через псевдо христианские культы и религии до нас дошли я всегда на это обращал внимание при чтении в таких свободных проповедях мы видим что причем я говорю особенно для тех кто исповедует христа богом таких как я он видел все и созерцал все страдания мира и ужасы сам он воплотился во времена того когда иудея да и все вот эти прилегающие области самария галилеев который он сам жил в принципе до своего 30-летия до это все было где как у нас любят говорит под ненавистным римским игом да то есть люди платили пошлины все вы понимаете с не буду уже все это разжевывать да вот в риме во время в юрусалиме в том сам вуде и такие же творились склоки гражданские войны там все партии и ради они дрались с саддукеями резали убивали отравляли то считаешь друг друга боролись там за власть внутри синдриона и все вот это прочее вот более того иисус конечно как мухаммед и никто то есть он не свергал и не пытался действительно бороться но он облегчал правда всех этих саддукеев вот за все вот это да за их него власть богатство вот это он делал вот словом он конечно служил как мы видим уклонялся об этом я уже принципе сказал римская иго он вообще не свергал да и не не шел уж точно саждать свое великое учение любви о том что бог есть любовь с мечом с автоматом гранатометом и в танке заседая всему человечеству земли да то есть это конечно важно понимать но при этом я всегда рассматривал даже такие мелкие случаи ведь когда иисус где-то шел в любом городе находился вы думаете когда иисус приходил в юрусалим там творил добрые дела проповедую в каком-нибудь доме никого-то не насиловали какую-нибудь там женщину мужчин даже муж насильно там избивая свою жену как он как его глазах кажется негодно выдумать нигде детей не насиловали не убивали кто-то у кого чет не воровал никто ни с кем не дрался до никто никого не отправлял и подставлял конечно все это было знаете бог явившись в плоти показал нам путь именно человеческой жизни такой мы не можем все объять как бы у меня не терзалось сердце конечно илья пишет мне хочется себя в клочья разорвать и просто уйти в уже в конкретный депрессняк который я и так ухожу все равно все это созерцает да и просто заткнуться просто оставить этот мир пусть он вот куда он летит уже не катится и пусть он туда летит в эту пропасть и бог с ним я говорил мы оттуда все по цепочке один другого цепляет и мы все туда летим и знаете можно отпустить эту руку сказать да пусть они все туда летят и у меня и так это происходит это я на камеру такой сильный смелый да как говорят что улыбка не взять на признак того что человек ему хорошо а того что он сильный да вот это то же самое я когда выключаю камеру я тоже страдая тоже переживаю за все это я сам терзаюсь что еще и как это все сделать да и как весь мир спасти как каждого голодного накормить но руки у нас вот короткий понимаете вот и поэтому конечно каждый должен сам себе это все определять первое конечно табу никакого зла в жизни делать сколько можешь добра делай ни в коем случае не надо уж тебе совсем надумывать я вот хочу тоже да конечно в россии нет никаких законов на есть законы только для тех кто ими потом не негодно правит да ты можешь сегодня делать что-то законное завтра придумывать закону с в россии уже куча свидетельств если не будут живые примеры приводить до казалось без конституции это такой верховный закон человек общества конкретного бывает в разных за разная конституция но и такие базовые понять которые не меняются пожалуйста есть такой конституционный закон то есть это мировоззрение которые люди приняли к tolerance и табуированное то что закон не имеет обратной силы не то в россии ты не работает у нас принимает новые законы и судит человека за то что сегодня приняли а он это делал в прошлым хотя это не было внезаконных поэтому сегодня кажется ты репостишь пока это можно завтра делаются незаконный и всех кто репостил вчера в всех посадят всех расстреляют поэтому людей конечно так думая на будущее боятся даже сегодня репостить хотя сегодня еще это в законе но он уже Я, зная возможные последствия, говорю, дело не дело даже этого. Конечно, желательно все равно в жизни от этого избавляться. Надо быть смелым. Жизнь – ничто. Самое главное – наша святость, которую мы должны в этой жизни познать. В теории сначала, потом на практике. Это очень важно. Это не Богу нужны наши поступки. А нам, чтобы мы сами себя узнали по плодам, как Иисус говорил, дерево, так и себя по делам. Можно сколько угодно о себе фантазировать, размышлять, вот как я говорю, поехал бы я там в Украину. Сейчас я не еду, как Иисус, я знаю, что я сказал еще не все. Даже этот ролик. Мне до сих пор каждый день все равно какой-нибудь я, хоть и рассказываю, что никто там не ставит комментарий, ничего. Меняются люди. Мне, конечно, звонят, мне пишут, мне свидетельствуют. Только вот буквально в одноклассниках какая-то веганка, женщина пожила. Я перешел на страницу. Знаете, что она мне написала? Да ладно, я вам открывать не буду, своими словами скажу. Она написала, вот это Илье тоже в ответ. Она мне написала, не было бы несчастья, и ему, так скажем, в поддержку, не было бы счастья, как несчастье помогло. Пословица, я знаю, пословица. Но она решила мне так написать. Она написала, что благодаря вот этим событиям я нашла тебя. Ну, то есть, может быть, вот через этот ролик «Пацифизм» и просто ее, возможно, тронули эти ролики. Меня веганы травят постоянно. Они меня год гнобили на всех социальных ресурсах, что я вот за эту любовь топлю к людям, к врагам. Никто моими... Веганы вообще не делятся моими роликами. Да, я не их. Они меня за своего вообще не принимают, хотя я веган. И топлю за веганство, за этичное веганство. Они не хотят моими роликами делиться на своих ресурсах. Я это четко увидел. Они мне говорят, ну, там, если кто-то меня спросит через христианство, я, конечно, там дам ссылку. Я говорю, ну, может, не спросит. У тебя в окружении есть такие, кто кем-то задается этими вопросами и так далее. Более того, сколько я роликов записал с обличением веганов за то, что они ненавидят людей. Ненавидят прям некоторые. А некоторые не хотят любить. Ну, или зачем любить врагов? Я им говорил, мы до этого докатимся. Прошел год, мы докатились. И многие теперь веганы вот так друг с другом, потому что в одних проявляется свет. Нет, даже любви к врагам. Не то, что там вообще ко всем и миротворчество. А другие, наоборот, не то, что в них такая средненькая проявилась. Они кричат, да, убей хохла. Там такую жуть мне сейчас тоже. Мы делимся друг с другом, что кому-то там в личку пишут или в комментариях. Это жуть, что началось. Вот так вот. И поэтому, конечно, надо все равно возрастать. Да, и я просто не все сказал. Поэтому, как бы мне не терзало, как бы мне сейчас не хотелось, мне ничего не держат. Вообще ничего. Да, ни имущество, ни родители, ни друзья. Меня держат только слово. Мне хочется что-то после себя оставить, что людям еще послужит и кого-то изменит. Я чувствую, что я этого еще не сделал. Вот. Так бы я сегодня был бы уже. Я бы на следующий день был бы в Украине. Я вам серьезно говорю. Если проживем еще год и будут какие-то подобные события, может, вы такое и увидите. Да. Я бы с радостью пошел это делать. Там бы и попроповедовал бы. Вот. Я бы с радостью пошел. Причем против русских танков. Ты что еще? Язык знаешь. Это тебе не в какую-то там далекую страну по Пула Нового Гвинеи ехать. Вот. Тут до Украины добрался и кричим. Идиоты. Ребята, вы что творите? Да. Вот так вот. Я бы им проповедовал. Я бы их останавливал бы. С чеченцами разговаривал. С мусульманами совсем бы. Я бы кричал и орал без оружия. Ну, пусть или пуля в лоб. Я только счастлив был бы. Да. Вот и все. Так что вот так вот. Поэтому уровень, конечно, у всех разный. И каждый его выбирает по-разному. Вы помните, в Евангелии есть два эпизода, где тоже мама двух братьев, Иоанна и Якова, подходила к Иисусу и говорила, позволь, чтобы один сел у тебя по правую из моих сынков, другой по левую сторону. Он ей сказал, что кому сесть у меня по левую и по правую, не от меня уготово, но кому дано. Там таких слов нет. Это я уже вам раскрываю мысли Христа. Во-первых, конечно, он хотел бы сказать, если бы ты знал, о какой трон меня ждет. И где им придется сесть по левую и по правую сторону. Сели туда разбойники. Он говорит, пожалуйста, вы можете сесть. И, конечно же, все эти его мысли и слова Иисуса, когда он говорил, что кому уготовано, подразумевало, что кто захочет. Кому уготовано Отцо Небесное. То есть, кто внутри будет, тот и сядет. Кто достигнет такого, тот таким и будет. И действительно, мы же знаем двух разбойников, висевших рядом с ним по левую и по правую сторону. Поэтому, вы знаете, каждый сам, конечно, выбирает свой путь. Конечно же, без крестоношения, без распятия, никуда. Но путь жизни у всех разный. Тем более, кто признает переуплощение, а это и есть истина жизни. Возможно, в этой жизни нам не все это предначертано. Может, мы уже когда-то и проходили этот путь. Поэтому для таких, как я, это не страшно. Может, кому-то еще предстоит в этой жизни. Тут, конечно, каждый сам выбирает. Конечно, все печально. И в идеале мы призываем, как Иисус призывал. Следовал за Ним, взяв крест. Он к этому призывал. И я вас тоже призываю все равно. Вот к этой действительно жертвенной любви. Конечно, вы должны до этого дойти до такого, чтобы вы потом никого не обвиняли в этом. Это тоже важно. Вот, и меня я там репостнул, меня посадили, уволили. Нет, конечно, вы до этого сами, вот как я. Я поеду, у меня нет претензий ни к врагу, кто меня там, мой солдат, застрелит. У меня лично к нему претензии. Я попытаюсь их изменить. Я пытаюсь защитить жертву и того врага, который исполнен ярости, злобы, обратить к истине. Вот и все. Но у меня действительно претензии к нему за мое так называемое убийство. Нет, я бы его еще в уста поцеловал потом, так скажем, да, за то, что он мне сделал. Еще раз, я эту мысль, по-моему, не закончил. В принципе, я заканчиваю потихоньку, да. И еще я тоже, я всегда задумался над этим. Вот я говорю, смотря на Христа, как по плоти Бог ходил, да, но ведь не всех он, я эту мысль уже начал, я, по-моему, я просто с нее соскочил немного, он не в каждый дом зашел, он не каждого голодного накормил, он не всех бесноватых исцелил, освободил от бесов, не всех больных он исцелил. Вот, причем не то, что там, помните, есть случай, где, как он говорит, по неверию вашему, да, или там евангелисты писали словами авторов, что не мог там всех исцелить, потому что не верили, смеялись над ним. Нет, но он и сам, он не побежал во все больницы, я говорю, он не побежал до края земли, ведь сколько в это время в мире творилось беззаконие. Да на каждом углу все это творится. Вот это тоже важно, как бы, понимать. Вы знаете, просто по плоти мы ограничены. Я говорю, всему свое время. Вот эти вот две вещи надо тоже в себе увидеть, ну, невозможно все сделать. Поэтому единственное, что надо терзаться всегда, если ты чистым сердцем, открытым стремишься к совершенству, в делах, в жизнях твоих проявляемых, проявляемых, тут, конечно, надо просто по себе судить. Ты действительно там себя оправдываешь, придумываешь. Поступать надо всегда так, как велит тебе Господь в сердце. При колебаниях, да. И кто-то начинает опять меня там, ну, как это понять? Да и ты поймешь. Если ты будешь открытым сердцем, ты поймешь. Ты поймешь, где это просто страх и колебания сегодня. Мы прекрасно видим, что Иисус сам ужасался, когда уже себя в руки грешников предавал. Это все страшно. И опять же, одно дело, тебе пулю быстро в лоб. Вот я говорю, пошел там против этих танк перегораживать. Но одно дело, тебе пулю в лоб выпустили, другое дело, тебя может пытать там будут. Там же дураков хватает. Вы думаете, там все такие ангелочки, какие они называют, там русскую армию. Вот, везде есть отморозков полно и так далее, да. Вот, что там с тобой делать будет, неизвестно, когда ты будешь как овца ведомая на заклане. Да, какая тебе будет судьба ожидать. Это же неизвестно. Это хорошо, если быстренько, да, прикончат. А мог ты издеваться над тобой. Это чем важно. Потом тебя еще посадят за то, что ты против своей. Тебя, может, там не убьют, искалечат. Ты еще посадишь, потом по статье пойдешь за то, что там против армии встал на враждебном государстве, еще своих там отвращал, да. Да, еще сядешь лет на 15 в тюрьме, будут тебя избивать, избивать, да, там, все что угодно с тобой делать. Вот, так что еще неизвестно, как все это. Конечно, страшно. Поэтому, говорю, каждый должен чистым сердцем. Но, опять же, Иисус призывал, призывал. Я призываю, тоже призываю. Вот, это все очень важно. Это, знаете, просто, вот я, Илья, опять хочу сказать, когда себя ставишь на другое место, но мы же тоже не за всех детей. Вы знаете, военных конфликтов мы даже не знаем половину. Весь мир горит. Посмотрите, что в Африке действительно, что в Латинской Америке. Да там постоянно тоже. Мы туда вмешиваемся? Нет. А там тоже что-то творится. Вы знаете, сколько в мире зла творится. В каждой стране. Сколько кого-то грабят, убивают, насилуют, обманывают, оскорбляют, унижают. Да. Поэтому, знаете, каждый должен, у каждого где-то оно вот. Тут вот ближний. При этом мы видим, что мы и далеко смотрим. Но, в общем, не знаю, как вам еще объяснить. Надеюсь, вы понимаете. То есть, я говорю, ни в коем случае нельзя в себе тут дисбаланс. Тут золотой путь. Помните, как царский путь называется? Золотая середина. Я что-то не так выразился. Либо золотая середина называется, либо царский путь. В Ветхом Завете такое несколько раз выражение используется. Как раз об этом. Не уклоняясь ни налево, ни направо. Ни в коем случае нельзя, конечно же, заглушать в себе голос. Знаете, там вообще абстрагироваться от всего мира, как пискарьевый, забиться. Сразу себя заранее всем понапугать на свете, что все бы я не сделал, везде мне потом будет плохо. От всего мира абстрагироваться своей пискариной жизнью по басне Крылова жить, да, это тоже неверный путь. У вас все равно не будет мира и покоя в жизни, и вы в Царство Небесное никогда не войдете. Не творя любви, тем более, да, с жертвен хоть в каких-то маленьких поступках. Жертвы тоже разные бывают. Больше или меньше. С большим риском или с меньшим. Ну и, конечно же, когда идет уже конкретный выбор, и где-то у вас такой же бес может вращать, да, наоборот, кинуться на амбразуру, просто все взвешивайте, будьте честны с самим собой. Вот что у меня лежит, как я должен поступить. Я говорю, вот сейчас возьмите за эту ситуацию. Я говорю, пока у меня, несмотря на все мои терзания, просто боль именно, и мне хотелось бы сделать больше. Но я точно могу сказать за себя, что я делаю то, что я считаю нужным. Я говорю, тот же самый, сейчас митинг вообще не актуален. Мне там выйти, я говорю, я тут доехать не могу. Их массовых нету, меня закроют на 15 суток. Я ничего не запишу. Кому это все, никакой пользы вообще не будет. Я реально сейчас, сидя дома, в отличие от Навального, приношу больше пользы, там все это репост и так далее. Я пять дней подостыл, опять мне тут было плохо на шестой день. У меня свои тут проблемы вот именно со здоровьем. И тоже как немножко я так подуспокоился. Я понимаю, что у вас там просто ад и беда. Ну, как-то, может, тоже как-то подутихло. И мы тут, я же, со своей колокольней все это смотрим. Я вот сегодня даже еще несколько роликов записал по веганству, записал по христианству, о грехе. Мир идет. Вы идете своим путем все равно. Как бы сейчас, я надеюсь, вы меня поймете, не цинично звучало. Тоже у каждого свой крест. Сейчас это ваше испытание. У меня свое. Завтра я могу к тебе присоединиться. Вы помните, как некий Симон даже помогал Иисусу. То есть, Иисус даже не сам весь свой путь нес свой крест. То есть, может вам... Я просто все равно, как бы Илья, у меня тоже куча претензий, так скажем. Можно сказать, даже к своим подписчикам, что никто не реагирует там или еще что-то. Но у каждого свое. Я, в принципе, говорю, я вот Илью, я поэтому ничего такого. Вот я сейчас уже, чтобы вот была интонация, видно. Всегда глаза мои, да. Вот, чтобы в них нет ни грамма, ни любви, как бы там. Вот. Конечно же, я с своей стороны тоже, что могу, анализирую, стараюсь делать. Вот. И буду делать. Я говорю, как закончу свою жизнь, никто не знает. Вот. И чем, и как. Вот так вот. Поэтому вот так вот. Можно еще долго перетирать. Вот опять внутри кажется недорешенным как-то. Что-то недосказанное. Вроде терзаешься внутренним ростом. Я уже все сказал. Вот. И поэтому... Поэтому вот так вот. Я в конце, знаете, еще что скажу, наверное, все-таки, может быть, это мне хочется сказать. Поэтому я не останавливаю запись. Я по поводу Ильи... Это все, конечно, хорошо. Ты же сам говоришь, защищать свою родину. Ты не будешь с мечом. Вы знаете, всегда... Помните, Иисус говорил, вас бьют, бегите. Действительно, Иисус никогда не защищал свой дом. Когда после распятия Христа и все-таки там одна секта взбунтовалась и вырезала весь римский гардензон, кто знает, произошла так называемая Иудейская война. То есть, ну, они попытались обрести независимость от Рима, да. Было прислано войско. Два года была жуткая осада Иерусалима. Ну, и потом все-таки там внутри было и мародерство, то же самое. И одни партии между собой еще друг друга вырезали. Люди жрали своих детей от голода. Два года, потому что была осада. Ну, в концовке город был взят. И даже и разрушенный сам сожжен дотла, в том числе и храмах Соломона так называемого, был уничтожен. До сих пор его нет. И ни один из христиан там не участвовал. Никакую родину они не защищали, никакой Иерусалим. Они все разошлись, кстати, по заповеди Христа, который говорил, когда все это начнется, бегите. Даже без оглядки. И даже ничего с собой не берите. Просто бегите. И вы знаете, что Илье все это, знаете, как там на Россию бы напали. Я бы, как говорят, с цветами. Дело не в цветах, я бы с любовью встретил. Я бы спросил, а вы что хотите? Земля нужна? Да, пожалуйста. На самом деле, несмотря на весь... Я в этом ролике тогда это скажу, да? Что я в тех еще не сказал. Несмотря на всю дурь Путина и действительно его преступления, его зло, его грех. Он идет там на чужую землю, захватывает, пришнеет страдания, убийства. Это все так. Но это его грех. А христианин, настоящее дитё Божие, познавший истину, в принципе, ему все это на самом деле. Вы знаете, действительно, и в Украине сейчас поднимаются те, ведь они такое же зеркало Путина и всех. Просто кто-то еще до этой ручки не дошел. Дело не в том, что там национализм, я сейчас хочу, как Путин это выдает, прям фашизм, что завтра там выбор русских пошли, украинцы пошли бы русских резать. Нет, хотя и до этого могло быть таким же докатиться, как докатилось у Путина в своей голове с его окружением. Потому что, вы же знаете, я говорю, если вы посмотрите мои проповеди, я всегда говорю, я даже осуждал не то, что фашизм, а вот этот вот национализм, гордость, моя национальность. Я не зря записал тот ролик про пацифизм. Он обращен и к русскому, и к украинцу, кому угодно. Мы должны вообще от этого отказаться. Мы должны дружить и любить. Понятно, кто сейчас воюет с Российской армией, все равно это дело не в том, что они пацифисты в душе даже, они тоже там люди-то далеко не святые. Далеко не святые. У вас такие же проблемы, как у нас там в России. По-хорошему, мы действительно должны просто объединиться. Просто мы должны при этом действительно убрать всех этих поехавших. Ну, такого не будет. Я к тому, что, в принципе, у украинцев всегда есть вариант, пожалуйста, езжайте в Европу, там вам помогут. Может, это, как сегодня она мне написала, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вы знаете, я в жизни, идя путем Господним, не раз убеждался, как Бог все плохое ко благу приводит. Здесь то же самое. Я говорю, надеюсь, меня правильно поймет и Илья, и те, кто, может быть, будут подобное слышать. Это очень важно. Вы знаете, Бог всему учит. Возможно, тебе надо. Вот завтра пришел бы захватчик, я этот дом могу оставить. Ну, сначала я бы сказал, зачем тебе это? Смотри, земли полно, домов полно. Давай вместе, я тебе помогу строй. Вот что бы мне сказал на этот, так называемый, захватчик. Понятно, что в российской армии там не все долбанутые. Это обычные ребята. Кто-то еще истину ему только предстоит познать. Ему 17 лет его в эту маму, в эту армию там родители отдали, либо, так скажем, вариантов не было избежать. Там ему кто? Ему родители уму разума жизни не научили, иначе он вообще в эту армию не пошел бы. Там, естественно, его никто не научит. И вот он идет такой по украинской земле, да. И вот такой бы шел или вот украинцы по-российски. Вот они пришли бы ко мне, приехали на автомате. Я бы их пригласил бы, я бы всем бы чайку бы навел бы и поговорил бы с ними. Я бы с ним стал разговаривать и проповедовать. Что стали делать украинцы? Тоже же неправильно. Взялись за оружие. А зачем? Ну, хорошо, они едут на танках свергать так называемых фашистов в голове придуманных. Хотя у вас националистов, так скажем, это сейчас, как скажем, в вашем понимании таких людей, в хорошем понимании, что у него национальная гордость, что он там украин, что это моя земля. Действительно, там полным-полно. А может и 90%, которые сейчас и пытаются восставать. Но разве эти люди, познавшие истину? Нет. Я не говорю, что они должны быть убиты, должны страдать. Потому что тут грех на всех. Но тут грех на обоих, к сожалению. Именно поэтому я еще в этом контексте тоже, в отличие, кстати, от Навального, против которого машина работает, он один, так скажем, да, против него машина. Он за скольким людям он помог. Да, это да. То есть здесь, ты знаешь, вот Илья, я говорю, тем, кто... Я тогда не стал в этом ролике такое говорить, но вот этот как раз будет дополнением. В идеале-то поступить Украина тоже не так должна была, если бы там были дети Света. А много их там, ну, так же единицы. Таких, как ты, там единицы. Таких, как я, точно так же. Единицы. В ролике о пацифизме, обо всем этом говорил, как мы должны все поступить. Вот. И поэтому, знаете, я бы, если честно, я бы ни одного такого ролика не записал, как пишут они. А, там, украинцы, что вы делаете? Вы знаете, мне даже не надо тогда... Я об этом, кто услышал от меня, я это не... И я сейчас это не в контексте Украины. Меня нельзя даже сейчас поймать на том, что я это вдруг стал сейчас говорить. Нет. Я об этом говорил постоянно. Я говорил о том, что вот эти границы надо раскрыть. Что все это там, китайцы плохие, нас захватят. И я все время, кто меня слушал, вот Илья, помню, давно слушал. Я не знаю, сколько он там. Потому что я многих проповедь... Проповедь-то... Это же все проповеди, где я целиком Библию зачитал. Я там обо всем говорил. Мне и так приходится дубляжом вести два канала. Вроде бы, как, а тут свободный... А я там сколько всего доброго и правильного сказал. А кто смотрит эту Библию? Новый Завет или Ветхий? Я говорил, все это надо убрать. Да пусть они к нам идут, мы им будем. Раз мы такие добренькие, пушистые, как Путин любит рассуждать. Да, что мы в рай пойдем, а они в ад все полетят. А он как мученик в рай пойдет. Вот, если мы такие светлые дети любви, всем добра желаем. Так откройте границы, да пусть все к нам едут. Вплоть до отморозков, да. А кому? А разве здоровые имеют нужду врачи, а они больные? Так Иисус нас посылал, идите по всей земле, до края земли. А идет кто-нибудь? Мне вот я, в принципе, Илье сейчас тыкну так по-доброму. А ты идешь до края? А я? А тут сами идут. Ну вот проповедуйте нашим идиотам на той стороне. Мы тут проповедуем своим. Я за это вот именно, что могу, делаю. Сколько лет делаю, дальше делаю. Я за завтрашний день никого не изменю. Более того, и ты, и я прекрасно знаешь, что весь мир в оконцовке сгорит в горниле огня. Судного дня, потому что люди совсем свихнутся. Мы знаем краткосрочную перспективу человечества. Да, вечная перспектива, это Царство Божие всячески во всем. Но дай-то уж дойти надо. Так проповедуйте им, идиотам. А что сжаться-то? Да, шиза есть у Путина. Но опять за что? Ведь ваши тоже не отдают власть. Почему? Власть, слава и деньги. Они тоже не готовы этим делиться. А те, кто внизу, у кого и этой власть, слава и денег нету, у тех просто им вбили такую же голову. На самом деле в этой войне нет правых. Дети света, они либо просто побегут, и там совсем шизики. Пожалуйста, у вас Европа, бегите. Иисус говорил, в одном бьют, бьют, беги в другой. Есть такой, есть такой. Ну, или если вот хватает у тебя уже, дорос ты до этого, вырос до жертвенной любви. Пожалуйста, вот. Такой тебя путь ждет. Да. Либо вот такой вот. Где еще проповедовать? Где светить, как не во тьме? Это высокая планка, опять я сейчас говорю. Ну, вот мне хочется Илье сказать. Да, будет у вас там беда. Вот наши дураки к вам идут. Просвещайте их там. Да, мы тут со своей... Мы с Телла теперь будем со своими дураками, с окаменелыми сердцами работать. Ну, вам придется теперь лицом к лицу, на бразуре. Да. Может, мы доживем и наоборот будет. Завтра Китай на нас нападет. Я вот буду поступать так, как я говорю. Да. Заведу в дом, угощу, поговорю. Зачем пришли? И что хотите? Доселитесь. Мне не жалко. Если я увидел, что они меня не бьют, не насилуют. Говорят, да мы, да, вот тоже вот так вот. Просто наши дураки говорят, что якобы там у вас. Я скажу, ну, видите, не такие. Не я не дурак. И, видишь, ты не дурак. Ты же меня не бьешь, не грабишь дома. Говоришь, нет, не надо. Якобы к вам с добром идем. Я говорю, ну, хорошо, посмотрим, какие ваши правители. Да. Потому что понятно, я украинцам не желаю такого правителя, как Путин. Потому что живем мы просто в говне. Вот так вот. Хотя, если бы китайцы нам несли, да, демократический коммунизм, который у них там, у них, конечно, там тоже полный ад, никакой свободы слова. Ну, вдруг, конечно, сейчас у них зарплата, они живут, у них ВВП. И зарплата больше, чем в России. Казалось бы, те, кто сейчас начнут с китайцами воевать, но хотят здесь, в России, получше жить, так не проще вам под китайцами-то жить. А уж Америка-то пойдет. Смотрите, все, тут все богатства к вам придут. Вот так вот. Так что мне хочется Илью и всех успокоить. Знаете, несмотря на все эти страдания, нам надо светить. А где светить, как не во тьме? Свет во тьме светит, и тьма не способна его объять, оно бежит от света. Это очень важно. Свет не нужен там, где есть свет. Свет, да, не зажигают днем, когда солнышко горит. Мы даже зажигая, даже не видим от него, и что-нибудь исходит. И только дурак, да, ярким светлым летним днем зажигает лампочку во дворе или со свечкой ходит, или с фонариком, да. От него даже свет, он тонет просто в этом свете солнце. Здесь то же самое. Поэтому, что ж, будем светить. Кто с тыла, кто на амбразуре лицом к лицу. Сегодня мы, завтра вы там. Никто не знает. Завтра я лицом к лицом встану со своими же, да, в виде полиции, милиции, судов и так далее. Ну, что ж, каждый на своем месте. Так что, что вам скажу? Держитесь, светите. И опять же, ничего не бойтесь. Мы вечны. Наша жизнь Христос, любовь, свободы и бессмертие. Никто нас поработить все равно не может ни душу и тело только временно. Ну, а смерть, приобретение. Все там возрадуемся, обнимемся. Сотрет Бог всякую слезу с наших отчей. Все у нас будет хорошо. Вот на такой я ноте хочу закончить это видео об уровнях самопожертвования. Подытожу кратко, еще раз. Живите честно. Иисус так и сказал, как достичь этого. Блаженны, алчащи и жажущи правды. Ибо они насытятся. Если вы будете жаждать истины, Бог вам все это откроет. Как, чего поступать? В любой ситуации жизни. И тогда, эта жизнь, чистое сердце, в этой жизни узрите Бога. На этом у меня все. Всем желаю добра, любви и мира. Хотя на этой... Желаю хотя бы просто отдышки от этого. А так, наше дело этой жизни, это крестный путь, познание себя, себя, насколько я есть любовь. И любовь именно жертвенная. Еще там насидимся на облачке, как Иисус сказал, попивая, болтая ножками, попивая с ним то венцо, о котором он и говорил. Новое вино в небесном царстве. Все еще будет. Так что, немножко, немножко поживем, повозрастаем, потрудимся в совершенстве, в любви и достигнем полного Христового возраста. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok